Код неисправности OBD2 – техническое описание, цепь датчика расхода, давление вторичного воздуха, диапазон, производительность, ряд одного что это означает. Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать, но не ограничивается, автомобили от BIG, Chevrolet, Cadillac, Lexus, Toyota, BMW, Subaru и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2P2431 и соответствующие коды P2430, P2432, P2433 и P2434 связаны с блоком 1 цепи датчика расхода, давление воздуха в системе впрыска вторичного воздуха, назначение цепи датчика расхода. Давление воздуха в системе вторичного воздуха, ряд 1 заключается в уменьшении количества выбросов углеводородов в выхлопных газах при запуске двигателя в холодные погодные условия. Модуль управления мощностью PSM активирует воздушный насос для подачи свежего воздуха под давлением для ускорения работы катализатора, снижая уровень вредных выхлопных газов. Этот процесс также позволяет двигателю быстрее достичь нормальной рабочей температуры. Датчик давления в воздушной системе используется для контроля давления на входе электромагнитного клапана управления подачей воздуха, чтобы открывать и закрывать клапан при заданных температурах и давлениях в соответствии с рекомендациями производителей. Когда PSM обнаруживает напряжение или сопротивление, выходящие за пределы нормального диапазона ожидаемых значений в цепи датчика расхода, давление воздуха системы впрыска вторичного воздуха, ряд 1, будет установлен код P2431, и может загореться индикатор двигателя. Если ваш двигатель имеет более одного ряда цилиндров, ряд 1 – это группа цилиндров, в которой находится цилиндр номер 1, компоненты системы впрыска вторичного воздуха, каков серьезность этого кода неисправности? Степень серьезности этого кода может сильно варьироваться от средней до тяжелой в зависимости от конкретных симптомов неисправности, некоторые признаки этого кода неисправности могут сделать вождение автомобиля чрезвычайно опасным, каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P2431 могут включать, двигатель может заглохнуть на холостом ходу, двигатель может не запускаться, система впрыска вторичного воздуха издает шум, плохая работа двигателя, проверьте, горит ли индикатор двигателя, каковы некоторые из распространенных причин? Кода. Причины этого кода P2431 могут включать, неисправный насос впрыска вторичного воздуха, неисправный односторонний обратный клапан, неисправный электромагнитный клапан управления подачей воздуха, неисправный датчик давления воздуха, неисправность или повреждение проводки, коррозия, повреждение или ослабление разъема. Включая PSM, проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи и проверить каждый компонент, включенный в цепь, который может включать предохранитель или перемычку с плавкой-вставкой. Обратный клапан следует проверить, чтобы убедиться, что воздушный поток идет только в одном направлении, обледенение в насосе впрыска вторичного воздуха в экстремально холодных погодных условиях свидетельствует о неисправности одностороннего обратного клапана, позволяющего конденсату из выхлопных газов попадать в насос. Расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля. Напряжение проверка опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы. Конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправности и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз. Если в этом процессе выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов. Проверки на целостность цепи всегда следует проводить при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом. Сопротивление сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая является разомкнутой, закороченной или корродированной, и ее необходимо отремонтировать или заменить. Каковы стандартные способы устранения этого кода? Замена насоса впрыска вторичного воздуха Замена неисправного одностороннего обратного клапана Замена датчика давления воздуха Замена электромагнитного клапана Управление подачей воздуха Очистка разъемов от коррозии Ремонт или замена неисправной проводки Перепрошивка или замена PSM Распространенная ошибка Замена неисправного насоса вторичного воздуха Обратный клапан или неисправная проводка Вызывают установку этого кода PSM Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для устранения проблемы, связанной с кодом неисправности цепи датчика расхода, давления воздуха в системе вторичного впрыска воздуха, банк 1, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.